цепная пила работает на аккумуляторе аккумулятор у нас 40 вольтовый 4 ампера часа такого аккумулятора хватает где-то примерно на час работы фирма greenworks смотрите у нас вот такая вот пила вот сюда вот вставляется аккумулятор вот сюда вот сейчас мы будем наливать масло масло должно быть специальное для цепных пил так аккумулятор зарядился вставляем его в пилу нажимаем кнопочку здесь две клавиши смотрите вот такая вот такая то есть одну с одной она не заведется только две нужно нажать по мощности она примерно такая же как бензиновая но ребят но от нее нет шума и от нее нет абсолютно вони итак рецепт приготовления раков на баране используем только вишневые дрова с вами сев костер традиционно разводим в мангале при помощи газовой горелки разводится очень быстро первое что мы делаем намоем раков в прямом смысле этого слова раки у нас сейчас будут принимать ванну смотрите кладем рака моем его со всех сторон так вот закрешни взяли его помыли ему вверх и помыли ему вниз раки должны быть живые но они лежали в холодильнике поэтому они немножечко находятся в коме если вы знаете где были пойманы раки но их можно как бы не мыть если вы не знаете покупаете эти раки где-то у незнакомых людей лучше вообще их замочить в молоке ребят в молоке замачиваете на часик на два и потом готовить вот смотрите видите они лежали в холодильнике они начинают плыть ваша задача помыть клешни помыть животик везде можете за клешни взять да но непременно все раки должны быть живые вот смотрите вот это например девочка видите хвости какой широкий да а вот это например тоже девочка слушайте тут чё одни девочки вот мальчик видите вот у нее костик у него узкие у него что у нее широкий вот эта девочка это мальчик так всех раков тщательно вымываем просто водой особенно бывают раки знаете прям с налетом черноты такие раки нам вообще не нужны рак же все-таки питается не то что падали он кстати ловится на свежую рыбу лучше чем на туплятина поэтому многие считают что рак это падальщик на самом деле он санитар водоемов и он ест не только дохлую но и ослабшую рыбу наш костер в мангале постепенно догорает я напомню что нам нужно для раков и так первое что нужно это соцветие сухого укропа в большом количестве понятно что дрова напиленные пилой greenworks понятно что раки без раков мы не сможем сварить раков нам также нужно будет масло адыгейская соль 3 литра воды ну там какие-то ножички какие-то ножницы ну и собственно ребят сама барана в которой мы и будем готовить наших прекрасных раков как увидите через какое-то время тщательно отбирайте раков чтобы они были все живы если рак не живой лучше его утилизировать если сварите мертвого рака можете съесть трупный яд и может с вами что-нибудь неприятное случится поэтому советую всех раков проверять чтобы они были живые сначала перед тем как моете потом перед тем как бросаете но эти вроде все живые первое что мы делаем после того как наши дрова прогорели процентов на 70 разравниваем угли в мангале берем вот такую вот решетку ставим ее посерединке и устанавливаем барану для того чтобы она нагревалась нагреваться она будет минут 10 может быть 15 потому что она очень толстая диаметр ее 60 сантиметров толщина 6 в баране приварены две ручки здесь было отверстие его наши кулибины заварили и так нагреваем барану так други мои первое что мы делаем готовим бульон для бульона нам потребуется 3 литра воды ключевой смотрите вот водичку выливаем прямо в борону сверху у нас легкий жировой налет мы его убираем я сам сказал что это от предыдущей готовки ничего нет страшного я думаю что запах рыбы не помешает хотя как бы вы борону не мыли все равно у вас будет сверху жировой налет так с этим разобрались следующее что мы делаем ребят мы берем соцветия укропа подчеркиваю соцветия укропа должны быть созревшие вот видите вот такое соцветие желтенькое где где нет семян это плохо соцветия должны быть созревшие то есть мы берем люстры ребят люстры и вот эти люстры вот так вот срезаем то есть нам нужны ну так скажем не совсем дрова нам нужны именно соцветия ну я стволы тоже покрошу потому что у ствола тоже есть запах первое что мы делаем варим бульон собака отгоняй отгоняй людей которые хотят прийти съесть наших раков они еще не готовы значит дальше ребят адыгейская соль это наша подружка в ракоприготовлении смотрите я беру абадзехскую соль на 3 литра воды я беру 5 ложек 1 2 3 4 5 ну и 6 чтобы было вкусно на самом деле адыгейская соль она слабее обычной в ней есть все специи которые нам нужны ну а самые главные специи ребят это все же укроп то есть раки у нас будут вариться в укропной воде пока вода не закипит раков мы сюда бросать не будем вот столько укропа вполне достаточно для того количества раков которые я буду варить и так ждем пока наша вода закипит ну что ребят водичка наша закипела смотрите вываливаем раков ой хорошие мои давайте вот они все живые я только что всех проверил смотрите маленькая фишечка вывалили раков они в укропной воде у нас купаются и маленькая маленькая фишечка отсюха для того чтобы они быстро варились я их накрою вот такой вот летающей тарелки ребят смотрите это у меня крышка с гриля эта крышка нам поможет сделать так чтобы они у нас пропарились прожарились и быстрее приготовились и так вот такая вот летающая тарелка барана плюс крышка от гриля и такое легкое устройство для приготовления раков на мангале с вами сиуф минут через 15 через 20 будем есть раков нет подойти 15-20 минут они будут вариться потом еще настаиваться полчаса а потом еще мы выгоним всех гостей и только через час открываем холодное пиво и начинаем употреблять раков наши раки получатся с запахом дыма с запахом костра для того чтобы зоны были одинаковые мы можем покручивать нашу летающую тарелку и менять зоны более теплые более холодные то есть крутим нашу барану и меняем температурный режим по всей баране ну дрова хорошие горят качественно итак друзья мои смотрим температуру температура у нас смотрите больше ста градусов посмотрим что внутри происходит с нашими раками мать честная ребята смотрите все наши раки выстроились хвостиками к срединке и смотрите хвостики к срединке а головы краям ребят вот что значит барана вот как барана действует даже на раков они все строятся под крышкой для того чтобы у вас во рту когда вы будете кушать раков было совсем хорошо и чтобы панцирь был мягкий рекомендую добавить к этим ракам ну где-то пол пачки масла ну я думаю что грамм 50 может быть 70 может быть 100 кто как любит ребят масло создаст такой знаете молочный вкус ну молочный маслянистый вкус то есть нам нужно чтобы по ракам распространилось масло и их панцирь размякли этого достаточно вот и готовы мои аппетитненькие раки раки на баране на мангале будьте всегда в теме с вами был всю в краснодарский приятного аппетита вот это блаженство кости открывай пиво ребят после того как раки сварятся они у вас должны постоять прямо в баране минут 30-40 и только после того как они постояли вы их будете подавать вот это да вот это да вот это да Продолжение следует...